Держу на руках буквально все самое прекрасное мужское производство. Давайте немножко про историю. Мы, наверное, одно из самых первых предприятий вообще в нашей области. Входим в десятку старейших предприятий, которые производят продукты питания. Началось с обычных просто перепродажи продукции, а дальше мы стали сами уже выпускать ее. Мы увидели, что у людей есть большое желание и большой спрос на место производства. Но на самом деле мы поняли, что надо производить самим, а не перепродавать чужую продукцию. Они до сих пор и есть. До сих пор мы сейчас их производим. Я, наверное, тоже помню этот майонез. Помню, там был еще розыгрыш какой-то сверху на майонезе. Сколько не было. Ну, и вот, наверное, флагман, который начался, имеет сейчас, наверное, самую большую историю. Другая марка Новотроицкая. А это Джойс. Очень известная. Наверное, первая такая крупная рекламная компания всколыхнула город. Все искали ежа и спрашивали, что такое Джойс. И он очень такой яркий. И сейчас, хотя у нас как раз произошло очень такое хорошее изменение. Ребрендинг у нас устал. Джойс очень современный. Раньше потребление воды без газа, наверное, питьевой. Было очень, как бы, ну, так странно. Сейчас это нормальное, обычное состояние для человека. Попить воды и, в принципе, купить ее в магазине. Потому что, ну, хорошо минеральную. Родиск у нас минеральная, и она природная вода. Такой пи. Ну, только бутылки нужно найти на самом деле. Пьюти – это питьевая вода. Но она настолько сбалансирована и правильно приготовлена, что у нас даже есть как обычная пьюти, так и пьюти для маленьких детей с первой дней жизни. Она не требует попечения, тут маленькую морденку. Можно просто вот открыть и дать попить. Дальше известный всем Моисе чай. А очень его любила. Я, кстати, удивлялась, когда он пропал. Я вам открою секрет. Мы его возрождаем, очень многие просят. Да, это, есть известные факты, когда, допустим, Новотроицка поставили на стол, когда приезжал сюда воду. Это единственная вода, которая прошла по всем показателям безопасности, чтобы ее поставить на стол, между нашим президентом. То есть, дополнительно проверено. Почему, наверное, наше предприятие называется «Ключель»? Вообще, Ключель – это то место, где рождается вода, где рождается источник. Это копия колокола, который установлен на нашем центральном соборе. Он у нас у него долго стоял, и сейчас мы сделали специально для него место, осветили. Очень красиво сделали такое вот. Вот мы даже у себя на предприятии отдельно собираем пластик, отдельно собираем бумагу. У нас даже была такая мысль людей, что при участии торговой марки Новотроицка установить в городе лавочки вот именно из этого пластика. Моя любимая традиционная рабочий наряд. Музыка Давай, смотрите на балкончик. Вот она, она вся едет с вам на столы. Какой такой масштаб? Это будущая бутылка, да? Это будущая бутылка, да, называется «Преформа». Музыка А вот эти самые бутылочки, которые потом получатся из вот этой «Преформы», здесь обязательно обрабатывают озоном, для того, чтобы вода долго хранилась и всегда была свеженькой для вас. Для меня. Музыка А за всем этим огромным производством сидит только один человек. Музыка 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 До того момента, пока ты не побываешь на производстве, ты даже не понимаешь, сколько оборудования и сколько работы нужно произвести, чтобы бутылка попала сюда на стол. Музыка 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 на все. Но теперь еще раз попробуем. Проходи, пожалуйста, попробовать. Идем. У меня и так всегда хорошее настроение. Когда мы смотрим, какой он производится. Ого, как красиво. Вот наши печели. У вас у дерева пахнет. Класса такая. Так, а вот и вся красота. Медали. Москва, Казань. Кельн, Москва. Моя просто любимая вода, на самом деле. Я очень сильно люблю на Ватроицке дозирование. Только с производства свеженькая, между прочим, совсем. На самом деле, я пила последний раз Джойс только в детстве, поэтому для меня любая на работе вкусным детства. Начну с Блэка. Я помню, как все искали этого визжа, и вообще никто не понимал, о чем здесь речь. Причудилась? Расскажи, у меня есть там что-то. Не могу понять, что там. Вообще не могу. Но он очень вкусный, и самое главное, что не слишком сладкий. Здесь какой-то целый просто набор и букет трав. Перед тем, как приготовить этот напиток, здесь использовать настоящие травы. Серьезно, прям завариваете травы? Они совсем разные. Вот это для тех, кто любит немножко покислее. Чтобы у нас в магазине появилось один или два вкуса чая, нужно попробовать 19. Сколько до этого их нужно вообще разработать? Детство лимонад, ну это классика, классика нашего детства. А это домашний. Ноу-хау. Есть, кстати, тоже есть свой секретик. Можно я сейчас раз? В него корицу добавляют. На самом деле у нас есть такой маркетинговый совет. Они предлагают идею, а мы уже начинаем думать, как ее реализовать. На самом деле, когда говорят, что мы хотим чай, и ты уже... Придумываете, какой именно чай можно сделать, да? Ну да, когда после первой гипостации проходят пробы и говорят там где-то, хотелось бы такой вкус, хотелось бы другой вкус. Но вообще наша компания имеет тенденцию, мы стараемся все производить с натуральными веществами. В этом, скажем так, приоритет. Благодарю. А мы все попробовали. Все хорошо, все прекрасно. Советы покупайте. Лично от меня совет. Попробуйте новый лимонад. Вкус крова, очень вкусный, очень интересный вкус. И я до этого ничего подобного не побывала.